Привет! Это подкаст «Капельница страха», где мы обсуждаем жанр хоррор в мире искусства во всём его многообразии. Этот подкаст стоит послушать с широко закрытыми глазами, потому что, как мне кажется, именно звуки — это одна из самых недооценённых частей кино и игропроизводства. Бывает такое, что мастерство тишины, грамотной тишины, уместной тишины превосходит даже самый прекрасный саундтрек. И наверняка вы встречались с играми, которые просто пугают до упячки присутствием одной только тишины и какого-то звенящего, дребезжащего воздуха. Добро пожаловать обратно в мой подкаст, друзья. Я признаюсь вам, что я абсолютно звуковой человек. Это, может быть, называется как аудиал. Я не особо разбираюсь вот в этих всех клише. Но я также могу вам признаться, что у меня как будто заболевает горло, и, возможно, я буду немножко хрипеть. Очень надеюсь, что я не заболею. Мне удастся записать этот подкаст более-менее симпатично, как я и планировала, потому что я долго к нему готовилась, и, ну, сколько можно уже откладывать, вот я даже заболеваю уже, да. И, знаете, речь идёт даже не о музыке, не про музыкальные предпочтения, когда я говорю вот слово аудиал, да. Для меня даже самый формально неприятный фильм может стать реально мёдом для ушей, если создатели уделили львиную долю внимания именно звукорежиссуре. Но чаще всего, вот по традиции, почему-то вот плохие фильмы, они также не блещут и качественной звукорежиссурой. Хотя в данном случае могу ошибаться, я не так много фильмов на своём веку видела. Поэтому сегодняшний подкаст посвящён фильмам с интересными звуковыми решениями, а также аналогичным играм, в которых звук — это всё. А картинка как будто даже второстепенная. И прежде чем перейти к главному делу, мне хотелось бы попросить вас написать ваши любимые, может быть, фильмы или игры, в которых вот вы особенно для себя выделили звуковое сопровождение. Оно было очень запоминающимся, может быть, атмосферным. И когда вот вспоминаете данное творение, вот вам приходят именно звуки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что таких на самом деле фильмов и игр не так уж и много. По крайней мере, всё, о чём я буду говорить, — это прям вот такие достаточно редкие фильмы. Не на слуху, скажем так. Ну, кроме парочки, ладно, всё. Не буду голословной. Итак, давайте начнём вообще с игр сегодня, потому что это неотъемлемая часть вообще моей жизни. Я вообще обожаю играть во всякие игрульки. И хочу не то чтобы порекомендовать вам игру, но привести её в качестве достойного такого примера. Игра называлась «Визаж». И это никоим образом не связано с макияжем. Я вообще не помню, почему именно называлась игра таким образом, потому что её сюжет как-то не особо отражал название. В общем, игра называется «Визаж». И я сначала посмотрела, как в неё играл Куплинов, потом уже сама немножко поиграла. А в итоге я не смогла в неё доиграть до конца. Об этом я тоже расскажу. Но, в принципе, это как раз-таки игра про звуки, про шорохи, про скрипы и сердечные приступы самого игрока. Это игра из вот той ситуации, когда пугают не скримеры, а они в игре, ну, такие довольно-таки редкие, а томительное ожидание этих самых скримеров. Потому что вот пока ты дождёшься хоть какого-то стрёмного момента, ты уже сто раз покроешься испариной от внезапного включения радио, например, скрипящей люстры или внезапного стука в дверь, знаете, такого стука, которого… Этот стук, он не должен был здесь появиться, его здесь не должно быть. Или резко поменявших своё местоположение привычных предметов. И вот эти мелочи, казалось бы, ну, такие совершенно бытовые, они жутко-жутко пугают, правда. Я не устану говорить, никогда не устану, и я вас уже порядком задолбала, но я не могу не упомянуть о внимании к мелочам, которые создают узнаваемую и погружающую в себя атмосферу любой игры. Мелочи наши всё, звуки — это наше всё особенно в играх, особенно. Мне кажется, что вот именно игровая индустрия, она должна пристальное внимание уделять именно звукам, музыке, всяким шорохам. И, знаете, вот такой уместной, грамотной тишине, когда вообще все звуки просто исчезают, и ты сидишь как в вакууме, и это прям реально очень жутко. Слушайте, визаж — это неплохая игра, и в неё стоит позалипать хотя бы пару часиков, чтобы просто проникнуться вот этой достаточно кропотливой работой человека, который был ответственен за звуки. Сюжет его визажа, он такой немногослойный, он достаточно простой, знаете, но, как показывает практика, довольно-таки рабочий. История одной семьи, история одного дома, одной маленькой девочки. И, честно признаюсь, сама я не доиграла. Не потому, что игра плохая, не потому, что мне стало скучно, а скорее мне было так страшно, что я просто думаю, ну, если я доиграю до конца, я просто сломаю сердечный приступ. Но я смотрела игру до конца при помощи Купленова, у которого нервная система оказалась гораздо более, кстати, стойкой. Ну, у него опыт, конечно, побольше, нежели у меня. Но игрулька достаточно годная для любителей изучать страшные, но красивые дома. Падать со стула от громких звуков, глохнуть от гнетущей, давящей на уши тишины. Такая игрулька, вот, знаете, вот познакомиться, скажем так. Это не 10 из 10, это не шедевр, но такая, знаете, хорошая, твердая семерочка без претензий на игру года. О, ребятушки, с вашего позволения, выпей немного чаю, потому что горло прям совсем сухое. Очень не хочется делать вырезки. Я, кстати говоря, практически не делаю монтаж подкастов. Я практически ничего не вырезаю, потому что мне нравится, когда человек говорит... Ну, вот, человек, я назвала себя человек. Когда всё происходит естественно, и когда речь нальётся как бы сама по себе, и ты слушаешь не просто нарезки какие-то, вот такие, э, тык, мык, а просто вот то, как человек разговаривает в обычной жизни, и это создаёт впечатление, что ты сидишь с ним рядом, там, разговариваешь с ним, как будто бы отвечаешь ему. То есть создаётся впечатление всё равно живого диалога. Вот, поэтому я стараюсь всё записывать как бы одним дублем, но иногда мне хочется вот попить водички, попить кофе, чтобы немного горло сухое смочить. Потому что я вам уже рассказывала, что запись подкастов для меня, блин, это реально кардио, настоящее кардио, где я просто задыхаюсь, и к концу записи я сижу вся мокрая, потная, просто реально жарко, сердце колотится, не знаю почему, я вроде бы не волнуюсь, я сижу на полном расслабоне, но, блин, говорить это оказывается очень непросто. Но мы переходим к следующей игре, вы её все прекрасно знаете, я уверена, из реально признанных шедевров звукового оформления игр я субъективно ставлю ну, на первое место старый добрый наш Silent Hill. В принципе, любую его часть, любую часть, но вот лично мне очень нравятся первая и вторая. Это старая добрая классика восхитительного музыкального шумового звукового оформления, от которого кровь стынет, волосы на всех местах шевелятся, мурашки по мозгу просто бегают, а изнутри тебя снедает такая жуткая безысходность, что уж прям орать охота, выйти охота. Я всё вот это очень сильно ценю и в кинематографе, и в игровом мире. И при этом, при этом, при всём, отмечу, что я не говорю про фильмы Silent Hill. Ну, первый фильм, знаете, он ещё куда-нибудь, куда не шло, ну, прилично получился. А вторая часть, вот что было с Китом Харрингтоном в главной роли, ну, блин, извините, я буду молчать, я ничего не буду говорить, потому что, ну, фанаты Silent Hill, ну, они сами всё прекрасно понимают. Хорошо. Давайте начнём, наверное, как это ни странно, с фанатского DLC, который называется Alchemilla. Если вы не хотите погружаться в мир Silent Hill прямо с головой, а хочется немного пощупать почву, порешать такие лайтовые головоломки и прочувствовать истинный вкус данной серии, ну, знаете, такое не на кучу часов, просто вот пощупать, то, пожалуйста, существуют фанатские DLC, да, прости, Господи, я не шучу, действительно фанатские, который получился просто обалденнейшим. Это действительно тот случай, когда фанатское дополнение, а точнее отдельное, прям полноценное сюжетное ветвь оказалось достойной встать на один постамент с официальными релизами истории. Обалденные DLC, обалденные дополнения. Я просто вообще... Ну, и тоже, с одной стороны, казалось бы, история вроде бы, ну, сам сюжет, ну, как бы, ну, банальный, да? Можно назвать его банальным? Хотя там есть такие непредсказуемые повороты сюжета, как же он офигенно исполнен, какой же он атмосферный, какой же он, блин, стрёмный. Знаете, если вы не знаете, как звучит тоска и отчаяние, поиграйте в алхимилу. Главная особенность алхимилы в том, что весь её геймплей довольно спокойный, размеренный. На вас никто не нападает, не нужно защищаться от монстров, и в игре вообще нет оружия. То есть, казалось бы, ну, и что за игра такая, блин, ходишь, и что делать? Ну, я тоже так поначалу думала, но единственное, что я могу вам сказать без спойлеров таких явных, то это то, что сон нашего разума рождает чудовище. И весь самый страшный ад только у нас в голове. Авторам данного DLC удалось передать вот чистейший просто страх, отчаяния, абсолютную безысходность, от которой некуда убежать, негде спрятаться. И это то, что просто течёт в тебе вместо крови. Просто чистейший ужас, чистейший шедевр. Я считаю, что алхимилы это такой достойнейший DLC, прекрасное дополнение к вселенной Silent Hill, которое максимально ярко, знаете, преподносит нам такое уникальное, как мне кажется, игровое явление, как аудиальный хоррор. Не знаю, можно ли его так назвать. В принципе, Silent Hill огромное внимание уделяет звуковому сопровождению, но в Silent Hill всё-таки нужно ещё и с монстрами биться, там всё-таки какой-то элемент шутера присутствует. Алхимила, вот это дополнение, блин, реально аудиальный хоррор. Вот просто страшно от одних только звуков, просто до усрочки. Поэтому моя личная оценка здесь будет, наверное, не знаю, за что снизить. Ну, может быть, то, что она была, ну, для меня короткая, мне бы хотелось бы в неё побольше поиграть, но всё равно это 10 из 10. Могу вот просто снять балл, то, что вот игра закончилась, я такая, ещё хочу. Мне не хватило. Хотя всё было очень логично, всё было очень классно. Прекрасный DLC. И да, такой дисклеймер, если вы будете играть в темноте, в одиночестве, в наушниках, то не забудьте написать предварительное завещание, потому что мало ли у вас там сердечко слабое или нервишки шалят. Переходим дальше. А, давайте ещё немного затрону Resident Evil, всё-то тот же. Мне могут написать, скорее всего, а как же Resident Evil, там тоже музыка, там вся такая, звуки, всё атмосферно. Да, я не спорю, я ничего не говорю. Там тоже очень грамотная звуковая обработка, особенно в седьмой и восьмой части, которые больше такие хоррор, survival, ну, выживальческие части, да, нежели шутерные, как, например, четвёртая, где всё-таки нужно больше стрелять. Но субъективно, всё же, наибольший акцент в этих играх делается на визуал. Я не могу сказать, что Resident Evil меня прям вот впечатлил в плане звука. Ну, как бы это совершенно не претензия, там всё органично, там всё как должно быть. Но вот в плане звука таких вот эмоций, наверное, у меня как бы не было. Не могу сказать, что это прям аудиальный хоррор, как, например, Silent Hill и дополнение Alchemilla. Ну, давайте переходить к кино. Всё-таки подкаст у нас сегодня по идее должен быть про кино, но вот я решила ещё и про Игорь вам рассказать. Дабы не быть голословной, я буду упоминать в основном те картины, которые уже существуют у меня в подкасте плейлистов. Вы можете их найти на ютубе, например, в подкасте, в плейлисте, который называется типа... У него такое странное название, я никак не могу его поменять. Подкасты, кофе, пряности и радости как-то так. Там всё вы можете это спокойненько отыскать. Если бы не обалденная звукорежиссура, вероятно, не фильм «Улыбка», не «Пустой человек» не заняли бы в моём сердце почётное место. И не стали бы фундаментом для двух таких добротных кирпичных заводов, даже фабрик, наверное. Вот уберите из улыбки фильм 22-го года, кажется, вот эти ноющие, визжащие, пульсирующие, пищащие звуки, которые рандомно просто нападают на зрителя в самый неожиданный момент, и не было бы столь поразительного эффекта. Не восхищалась бы я этой улыбкой, не боялась бы и ночами ходить в туалет без света. Да, сценарий улыбки неплохой, он удачный, вполне классический на самом деле, но его реализация, воплощение в жизнь, вот безусловно, выполнены мастерски и с любовью к жанру хоррор на 100%, вот всё, как мы любим. поэтому, если вы ещё не смотрели фильм «Улыбка» 22-го года, если у вас есть возможность, посмотрите его в наушниках, вот просто, чтобы максимально проникнуться вот этими звуками, потому что это очень круто, это очень круто. Если говорить о пустом человеке, также я в своём подкасте про это кино рассказывала вам о звуках безумия, о звуках схождения с ума, о музыке, и когда у вас просто начинает чесаться мозг, и вы как будто физически это ощущаете, блин, это очень странно звучит на словах, но вот в фильме это действительно как будто вы на себе чувствуете. И давайте всё-таки, вот знаете, что несправедливо? Несправедливо, что вроде такие классные фильмы в плане звуков, в плане музыки никто не знает, никто не знает, кто композитор этих фильмов, кто звукорежиссер, кто занимался звуком, вот на вскидку, сколько вы можете вспомнить вообще ну таких общемировых признанных звукорежиссеров, ну композиторы ещё, может быть, его вспомнить, вот я, например, на вскидку никого не могу вспомнить, и если мы будем говорить о пустом человеке, я прогуглила данный момент, и удивительно, но композитором был достаточно известный именитый человек по имени Кристофер Янг, который записывал саундтреки и, в принципе, был дирижёром оркестров, которые тоже записывали звуковое сопровождение для фильмов типа, ну вот этих культовых фильмов типа, по типу шесть демонов Эмили Роуз, восставший из ада, кладбище домашних животных 2008 года, мой один из любимых весёленьких фильмов таких «Затащи меня в ад», он, укасту, тоже был композитором, «Синистер», «Синистер» тоже, это всё делал он, и также многие другие фильмы, «Сладкий ноябрь», «Ромовый дневник», «Пастырь», «Проклятие», ну классные, офигенные, известные, популярные фильмы, а кто такой Кристофер Янг? Кто? Вот вы знаете, кто это? Я первый раз вообще о нём слышу, а он был автором композиции, он был автором саундтреков и звукового сопровождения вот ко всем перечисленным мною фильмам, и я это не все фильмы перечислила, я только те, которые более-менее сама знаю, с которыми я знакома, их гораздо больше и фильмы, и сериалы, и какие-то документалки. Кто такой Кристофер Янг? Вот теперь вы тоже об этом знаете. Если мы поговорим про улыбку, я тоже прогуглила, кто был композитором, некий, как бы правильно прочитать его вообще имя, Кристофер Тапия Де Вейер, это композитор из Чили, он не такой именитый, как Кристофер Янг, но не менее талантливый, и я уверена, уверена, что его композиторская карьера только впереди, он очень прям, мне кажется, хорошо так начал. На его счету есть сериал «Черное зеркало», который мне уже, наверное, ну, только ленивый не порекомендовал, я еще не смотрела, к сожалению. Также сериал «Белый лотос» и фильм «Третий день». У него достаточно маленький послужной список, очень жалко, очень жалко, хотелось бы его видеть и слышать чаще, я очень надеюсь также, что он поработает и во второй части «Улыбки», которая уже увидит свет этой осенью, трейлер уже можно посмотреть, он везде вышел, и знаете, что забавно? Забавно, когда я читала на кинопоиске описание вот второй части «Улыбки», в графе композитор стоит прочерк, то есть либо будет какой-то может быть другой композитор, либо господин Топия Девейер еще не дал согласия, в общем, неизвестно, но неизвестно. Знаете, и хочу все-таки поговорить о недооцененности звукорежиссеров, почему мы о них так мало говорим, почему мы восхищаемся талантливыми музыкантами, знаем не только их имена, фамилии, но и образ жизни, привычки, вредные привычки, факты из прошлого, количество детей, я не знаю, что они ели на завтрак, может быть, многие тоже знают, а что с композиторами, что со звукорежиссерами, вот реально, назовите мне хотя бы парочку крутых звукочей в мире кино, которые получили общее мировое признание, которые говорят, которые хотят заполучить свой проект, многочисленные создатели кино, я на вскидку сейчас уже могу назвать, наверное, Якиру и Маоку, потому что в свое время, конечно, его имя заслуженно, продавали огласки и активно везде продвигали, благо его работа Silent Hill, конечно, была поистине шедевральна, причем интересно, что помимо Silent Hill франшизы он больше ничем особым не запомнился, его рабочий список композиторских работ очень-очень искуден, я посмотрела, что он вообще делал, ну, по сути, кроме вот Silent Hill он как бы ничем особым и не прославился, слушайте, почему это так, почему? Да за его, блин, талант должны драться, драться все режиссеры и хоррор игр, фильмов, ужасов, потому что настолько его музыка способна заставить нас в штанишки наложить, но он одновременно с этим проникнуться красотой всех этих густых туманов, заброшенных городов, трагичных историй, которые насквозь пропитаны искренней болью, ну, либо это уже настолько узкая ниша, которая недоступна для понимания простому зрителю, ну, не знаю, в то время, как, например, в киношных кулуарах с золотыми кадрами не разбрасываются, может быть, оно вот так как-то происходит, что мы простые смертные и просто, ну, не очень вникаем во все это, а, возможно, а, возможно, суть реально только во мне и только я тут такая тупица, блин, сижу и впервые в жизни для себя открыла, блин, классные звуки в кино, звукорежиссеров, композиторов, ой, как все это классно, как это здорово, а, может быть, другие люди давным-давно уже во всем этом разбираются. Существуют какие-нибудь композиторские Оскары, ведь, правда, есть же всякие номинации типа за лучший звук, те же Оскары дают, а я, а я что-то не знаю, вот, вот, и, знаете, и напоследок хотелось бы призывать всех любителей, вот, кто любит кино, у кого, может быть, свои подкасты, свои блоги, кто просто, ну, является энтузиастом и ценителем тех же хоррор-жанров, игр, давайте вообще все вместе объединимся и не будем забывать про важность музыки, про важность звука и будем в своем контенте хотя бы иногда не забывать про людей, которые дарят нам аудиальные ощущения, которые тоже создают неповторимую атмосферу безысходности, ужаса или, наоборот, чего-то романтичного, красивого, замечательного. В общем, давайте не будем о них забывать, я вот к этому хочу призвать вас, моих дорогих кинокритиков, кинолюбителей и игроманов, к коим я также и себя отношу, поэтому напоследок еще хотелось бы напомнить вам, чтобы вы не забывали не записывали, господи, все, уже запинаюсь, не забывали писать мне в комментарии также свои любимые фильмы и игры с интересным звуковым сопровождением, буду ждать ваших комментариев, также любой обратной связи, напоминаю, что у меня есть свой паблик ВКонтакте, очень уютный, миленький, где я регулярно да всякое, выкладывая свои фотографии с собачками, всякие философские измышления, писательский дневник, просто истории жизни и также у меня есть паблик, паблик, телеграм-канал, вот и все, больше, а больше меня нигде и нету, все, друзья, увидимся, услышимся с вами в следующих подкастах, пока-пока.